Решил воспользоваться хлебопечкой для того, чтобы сварить варенье из морожки. Делал это впервые. До этого я варил в этой же хлебопечке варенье из брусники, варенье из брусники с яблоками. Получилось довольно неплохо. Попробую сделать варенье из морожки. Делал первый раз. Думаю, буду еще делать из брусники. Покажу потом. Брусники еще не насобирал. А морожка уже все. Сейчас я пойду весы. Буду делать один когному. Килограмм морожки, килограмм сахара. И вот насчет воды. Тут у меня довольно много сиропа. Стояла. Стоит она уже несколько дней. Ну я грамм 200 положу. Налю воды. Так. Сначала поехали. Миску. Взвешиваю тару. Так. Морожкое время у нас идет на ура. Что-то у меня не включается. Наверное, батарейки сейчас. А, не, включилось. Так. Здоровается мы. Взвешиваем тару. 346 грамм. Все. Сейчас будем делать килограмм. Ну, ворожка она сам по себе довольно тяжелая. Так, у меня сейчас вот в граммах такой. Довольно по себе. Сам по себе тяжелая ягода. Так я не перебирал. Я Вновременно с этим и перебираю. Вкусная. Сейчас она уже самая спелая уже в собственном соку здесь. Так. Надо было сразу в банку пересыпать. Или как? Емкость для выпечки. 300 грамм. Уже. Ну, да, мне кажется, все, что у меня здесь есть, оно и уйдет туда. Ну, так как это я первый раз эксперимент, я не знаю даже, может, многое накладываю. Урезать ли она все. Емкость, емкость не такая уж и большая. Делаю, пока я 500 грамм. Не буду килограмм. Делаю. Вот, ровно 500 грамм. Усыпаю. Так, все, помыл я емкость. Ветер. Что-то я не то. Не думаю, правильно. Сейчас буду высыпать туда ягоду изначально. Вот я, скорее всего, домолеть не буду. Я считал в результате, что надо, но мне кажется, это ни к чему. Сейчас я... хотя получилась так вот. Что-то тут практически на донышке. Ладно. Делаю из килограмма. Все. Может, даже все это туда закидаю. Так. Погнали. Мне варенье больше нравится, чем в сахаре. До этого у меня есть видео, где я пересыпаю сахар, и поэтому я так говорю. Что-то все знают. Я только... Так. Ну, в принципе, тут осталось всего ничего. Будет делать все содержимое. Может, скажу, что это мороженое, не знаю. Не пойду в лес, но что наберу, то наберу. Вот так вот у нас. Все учитаем. Вот у нас с сиропом здесь. Тут он так вот. 762 грамма. То есть здесь получается... Сколько он? Килограмм? 265 грамм. Сейчас уже я с сиропом убираю. Извиняю за длинные такие наступления. Я все убираю. Сейчас вот, буду пересыпать содержимое. Так. Я даже не посмотрел, что там какая-то картинка. Ну, чтобы оно немножко было пожиже, я все-таки налил 100 грамм воды туда. Блингра запускается. Полстакана. Поэтому хватит. Все, настало время сахара. Так. Надо его на сколько? Килограмм. 265. Так. 776 грамм. Я так включаю, включаю хлебопечку. Давно ей уже не пользовался. Угу. Штурши короткие. Сейчас. Так. Время пошло. Посмотрим. Кстати, запахло уже. Началось там... Сахар каким-то запахом. Не знаю, чем-то. Какой запах пошел уже. Там уже сахар растопился. Хотя 3 минуты прошло. Тут все горячее. Я жалею, что воды добавил. Да, это упущение. Не добавляйте воды. Никогда. Ну, я думаю, что можно и пенку даже собирать. Я посмотрю минуту, через 20, что будет. Ну, от крышки открываю, там довольно тепло. Ладно, пусть варится. Посмотрим, что будет. Ну, еще 500 грамм надо будет засыпать. Сейчас я насыпаю. Так, включил себя печь. Сейчас выберу варенье. Это какое у нас? Десятый. Десять. Будет час 20 готовится. Все, старт. Ну. Так должно, что ли? А, время пошло. Так, но я уже это не делал. С мультиварки. Может, я не промежу? Старт, стоп. Да. Что там делается? Воды я. Так, налил. Как это вообще-то пришло мне. Мне просто интересно, идет в твое время или нет. Потому что я нажал. Ну. Старт, пауза. Вот, периодически она там что-то перемешивает. О. Сейчас. Ну, да. Воды я много, конечно, надо даже. Это моя ошибка. Ну, будет. Такое, я уже говорила. Я думаю, это достанет. Сахар все-таки. Устал 45 минут. Ну, в принципе, да, загустело. Вода отпиталась или все там что-то произошло. Ну, мне уже нравится. Все нормально. Может, ягода поднялась? Посмотрим, что получится. Еще 44 минуты. И варится. Ну, она так, чтобы не греет. Ну, думаю, как... Да нет, прям горячо. Вот такое у меня замечательное варенье получилось. Реально ароматное. Ну, воды я зря туда столько налил. Вообще, очень чудесно. Можно было и без воды. Я, как обычно... Как обычно, не постерилизую банки. У меня ничего не происходит с ягодой. Ничего не взрывается, как у меня некоторые говорят. Так, у меня все. Тут казус вышел небольшой. Когда я снимал, я хотел снять, как я вытаскиваю. Чтобы она теплая и все. И залить теплой. Лучше заливать ее теплой. По одной причине. Потому что, когда крышку закрываешь, а ее потом... Она, ну, как сказать... Горячая. Крышка, она растягивается. Потом стягивается. И ее банка уже не пропускает. Ни кислород, ничего не пропускает. И вот именно из-за этого варенье хранится очень хорошо. Вот такое. Но, так как мне пришлось уйти, я поставил еще раз на варку. Для того, чтобы поставить там какой-нибудь подогрев. Или поставить... Я как-то не очень хорошо снимаю. Поставить просто в теплое место, чтобы оно было теплое. Я ее взял еще раз. Поэтому не особо уж на лот. Так вот у меня... Вот такое варенье. Получается... Сейчас я развею по банкам. Банки вот сейчас горячие. Очень горячие. И поставлю в холодное место. В темное холодное место. Оно остынет. Ну и, соответственно, не будет пропускать воздух. Крышка стянется. Так. Ну вот все, что я хотел показать сегодня. Всем спасибо за внимание. Собирайте мороженку. Она очень полезная. Ценная ягода. И смотрите мое предыдущее видео, где я пересыпал мороженку с сахаром. Тоже очень хороший рецепт. Ну, как мне кажется, сам простой. Сахарные витаминов. Сахарные витаминов.